Самый страшный курс, который я видел от любителя, который не профессионал. 13 граммов в неделю в фарме. Я охренел, если ты хочешь не рисковать своей здоровью. Жить долгую, хорошую и здоровую жизнь, начинай теннис или гольф. И делай йога. Какие дозировки хочешь узнать? Да, хочу. Я у профессионалов меньше 6 в день не видел. 6 единиц. Ну как в России бикини красавят. Давай, мы остановились на дозировках. Давай так, понятно, что разные. Мы поняли, дозировки разные. И там у кого-то высокие это 5, у кого-то 10. Расскажи про самые максимальные дозировки в про, которые ты встречал. А может быть курсы? Пиши непосредственно. Понятно, что это не рекомендации, это что-нибудь самое пиковое. Что-нибудь самое страшное и трешовое, что ты видел у профессионалов. Я могу сказать, самый страшный курс, который я видел от любителя, который не профессионал. 13 граммов в неделю в фарма. Я охренел. Я просто просчитал. Потом посмотрел на человека. Он очень далеко от про. У него разбитые анализы крови, разбитые рецепторы. И кто-то может сказать, что его витамины не были хорошие, но он проверил. И большинство из них били даже аптечные, которые могут быть. И 13 грамм был только стероидом. Еще с этого где-то 100 единиц инсулин в день в разные виды. И плюс этого 20 единиц гормона роста. А человек выглядел как хороший любитель. Что еще сказать? Это самое страшное, которое я видел в мою жизнь. От профессионалов, если ты просчитаешь. Ну, в моей руке были несколько программейские популярные бодибилдинг гуру. Я прочитал их курсы, диеты и так далее. И да, если ты просчитаешь, можешь сказать, что да, это высокое. Но когда ты видишь человека, который работает, и он 130 килограмм, 8% жира до 10-11, круглый год, ты понимаешь, что... Адекватно. Это адекватно. Да, это высокое. Да, если ты хочешь быть здоровым, если ты хочешь не рисковать своей здоровью. И жить долгую, хорошую и здоровую жизнь, начинай теннис или гольф. И делай йога. Ну, простите. Или можешь заниматься в зал, получать очень хорошую, красивую форму. Натурально. Я никогда не предлагаю препараты для всех людей. Для меня человек, который использует любые гормоны, и он делает это, что он выглядит красиво в пляже, для меня это дебилизм. Человек, который использует любую помощь, что получает форму, это только для профессионального уровня. Ты должен... Это должен быть твоего жизни в целом. Если ты этого делаешь, потому что ты хочешь, что у тебя били пресс и хорошая форма, ты абсолютно можешь делать этого с хорошим. Режим питания, режим тренировки и образ жизни. Не надо никаких гормонов. Да, ты не будешь выглядеть как профессионально-болюбильдер, но ты будешь здоровый, ты будешь спортивный. Просто несколько людей думают, что... Я принимаю тот и тот и тот, и я могу этого делать легче, и я могу кайфовать в клубе до утра, и я могу не кушать правильно. Все, что я хочу сказать, не используйте препараты как отмазки, чтобы не держать диету, не держать режим в зал. 80% могу сказать, что результат хорошая фигура. Это диета, питание, витамины, антиоксиданты. Надо учить себя во все это. Надо учить себя, как тренировать правильно, правильная техника. Много всего. И последнее, последнее, последнее. Это принимать что-то еще. Окей. Только для выступающих спортсменов. Давайте говорить по-честному. Это никому вреда не делает. Ну, именно с точки зрения, другим людям не мешает. Каждый волен делать с собой, что хочет. У него есть цель и желание, и он понимает цену и плату, то, что он за использование препаратов на свое здоровье. Но я все равно тебя замучаю. Я все равно тебя хочу в курс профессионала. Вот в целом, опиши. Какие препараты они чаще используют? Какие лазировки? Это среднее, это не рекомендация. Ребята не пойдут завтра делать, поверь. У них все равно нет денег, чтобы грам-примы ставить. У них нет денег. Поэтому, но интересно. Став, ты работал с этим. Смотри, несколько людей думают, что все профессионалы ставят огромную дозу достостерона. Это тоже неправильно. Есть методика, которая началась. Медл-Ист, средняя лазера. Там они используют самая низкая дозировка тестостерона. И как базу их курса, они используют препараты как приму или как балдонон. Примерно. И я видел, примерно, курсы, которые были 257 грамм тестостерона в неделю. И 2,5-3 грамма балдонона. И еще я видел курсы профессионалов, где они сделают до 4-5 грамма тестостерона толка. Плюс еще другие препараты. У них там типа все включено в этом отеле, а жрачки нормально нет. Есть белка, какие-то сосиски беспонтовые. И все. И одни углеводы. Люди жрут всякий шлак. Я пытался тренироваться, пытался нормально жрать. И так и по кафешкам. Я распространял деньги. Просто меня набило. Вот так и в Сочи ездить на отдых. Видите? Витя, Витя голодал. Голодал, да. Если бы, если бы не Генетик Лап со своим протеином, который я по 4 раза в день пил, я бы не вывез. Ребята, у нас, у нас тут легкий перекус. Грузинская кухня. Салатики мы уже съели. Мы ждем хинкали, пока у нас супы. Из ягненка. В сливовом бульоне со специями. Сейчас мы чуть-чуть подкрепимся. Остынет камера. Продолжим мы пытать Таса. Он очень, видите, не хочет рассказывать вам про дозировки, но я его дожал. Он был слишком голоден. Я его купил едой. Ну что, ребят, мы размялись. Мы продолжаем. Таса остановился на высоких дозировках гормона роста. Пошли. Вот так. Готов. По гормону роста, ну смотрите, тоже разные дозировки в разный уровень подготовки. Иногда ближе к соревнованиям гормона роста станет поменьше, потому что содержка води подкожная, кожа чуть потолще из-за него. И во время массонабора, когда ты хочешь максимальный анаболизм, тогда это самое высокое. Ну, какие дозировки хочешь узнать? Да, хочу. Я у профессионалов меньше шести в день не видел. Угу. Шести единицы. Ну, как в России бикини-кар оставят. Ха-ха-ха. Точно. Но меньше шести не видел. Я видел, ну, потому что, ты знаешь, много людей думают, что эти бодиблигеры, профессиональные, зарабатывают огромные деньги, да? Но это неправда. Несколько из них тратят все их деньги за подготовки. И... Несколько из них... У них не хватает деньги для веселого... Висши. Ну, в общем, сколько денег у тебя есть, столько ты покупаешь и делаешь. Это философия у них там. Культуристы за границей вкладывают в себя все, что зарабатывают? А... Если они умные, нет. Ха-ха-ха. Ну, большинство из людей, которые, их большая амбиция, да? Да, они вкладывают все. И... Потому что жизнь бодиблигера такая, которая 24 часа, да? Живешь в бодиблигинге, у них нет времени и нет... Стратегия бизнеса. Что они могут использовать бодиблигинг как ступенька и зарабатывать деньги за это. Они просто выступают, выступают, выступают и пробуют делать биггеры на соревнованиях. И когда их карьера заканчивается, потом не останется ничего. Потому что они, кроме бодиблили, ничего еще не знают. Поэтому, когда ты инвестируешь, я считаю, столько денег в твое тело, ты должен этого тела использовать. А знаешь, как в Москве ребята используют свое накачанное тело? Очень хорошо окупается. Я не знаю про такие вещи, не спрашивай ты меня. В общем, так. И... Ну, самые большие дозы, которые я слышал, я, ну, лично не видел человека, что он уколил так много, но я видел до 30 единиц в день. Завидуйте молча. Но я не уверен, что это полезно. Я думаю, это очень не полезно. Сбивающую тело. Где бичонки ставят? Ой... Это... Больные вопросы ты мне даешь сегодня. Честные хотя бы, давай. Честно, ну, категория какая. От бикини до women's physique. Бикини не должны ставить ничего. Молодец, хорошо. А что ставят в итоге? Я видел несколько безумных бикинистов, которые пользуют больше Александр Лонг, чем мужчины в категории классик бодибильдинг. Это безумные вещи, ребята. Безумные вещи. Это... Не надо. И поэтому федерация сделала этого категории. Бикини. Что люди видят красоту. Что люди видят круглая форма женская. Они хотят смотреть на женственную сцену. Но знаете, кто виноват за это все? Самая судья в соревновании. Потому что они дают первые призы. В тироидном. В женщине, которые сухие. С прессом. С... Плечи огромные. С ирачайшим. И они поставят женщине, которая клублая, красивая. И в нормальной спортивной формы. В последние места. Я хочу сказать всем большое спасибо. Что вы с нами. Надеюсь, что вы получили даже... Несколько-несколько знаний. Что с нами разговаривал с Русланом. Благодарю Руслану, что он пришел. И разговаривал с нами еще раз. Мы проводили. Экс akan. Экс-салвия. Экс-салвия. Как выebили? Геннадий. Экс-салвия. Второго לב kindル dream. народа много и мало прошлого раза с прошлым годом побольше побольше даже но сейчас ждем еще категорию другую на этих на пляжников вроде народ такой поддержку вот так не пикунь и пикунь ждем но на самом деле если допустим по выставочному вот этому моменту смотреть прошлом году вообще ничего не было как бы можно сказать что развиваемся наверное ребята когда билет стоит 350 рублей можно прийти и протеина протеина можно выпить на стендах но минимум на 2000 это выгода белок пробует два день к усваиваться люди сидят людей на мой взгляд немало принципе как на ленинградской области единственное что жалко что это друзья и родственники очень много кубков стоит приятное приятное место это спортивный центр называется он центральный здесь оборудована сцена кстати хороший хороший свет для оригинального турнира не знаю мне было слышно когда я снимал в зале людей молит мало всегда людей много не бывает хочется да что была полная посадка но говорят что в этот раз больше чем было прошлом году такая приятная довольно таки организация по всем моментам я подскажу в гримёрку пока дела у спортсменов и вернусь зал очень радует достаточно большое количество ребят категории бодибилдинг это очень круто потому что на ленинградской области было всего четыре человека бодибилдинге у меня была печаль и груза тут посмотрите сколько ребят целая команда генетик клаб в городе тюмень футболками которые прибавляют плюс 5 к джиму и плюс 10 приседания ребята напоминаю что футболочки мы уже пересчитываем и совсем скоро на сайте они будут что можно выпить на соревнованиях по бодибилдинге конечно надо выпить пиво моих друзей эслекс спортом алкогольная и я съем буррида время перекусить когда смотри вот категорию объявляет а вот смотри категорию объявляет Куслан уже будет 5 партнеров он уже просто будет 5 раз 2 категории а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Девчонкам из бикини не рассказывает, что им раскачиваться не надо И у них мышцы сильно не надуваются, потому что их объем очень мал А еще они обезвоженные Они все очень упорно пытаются качаться Но в принципе, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не тяжелыми наркотиками Поэтому все нормально Пусть раскачиваются Вот к концу и подошел чемпионат Тюменской области И я сразу скажу, что мне здесь понравилось Организация отлично Все было вовремя Соревнования закончились даже чуть раньше, чем планировалось Конечно, количество зрителей, как и везде на турнирах по бодибилдингу Не такое космическое, как хотелось бы Но они были, это приятно Огромный бонус, огромная моя похвала Президенту федерации города Тюмень Думаю, связано с тем, что тут президент девушка Раздельные гримерки Девушек отдельная гримерка Отдельные нанесения грима Отдельные раздевалки, где они переодеваются Мужчины, девушки полностью отдельно встречаются Только они встречались в отдельном подготовленном помещении Где они уже подготовились, непосредственно, к выходу на сцену В этом плане супер организованно Это очень ответственно, это очень здорово Этому стоит поучиться в большинстве наших регионов Потому что то, что вы творите с общими раздевалками и гримерками Это я уже говорил Вы люди-то сами хорошие, чудесные, замечательные Я вас люблю, все не уважаю Но вот тут упускает момент Вы поступаете как мрази Так делать нельзя В общем, бодибилдинг это хорошо Физиков опять было дохрена, бикинь дофига Бодибилдеров мяса было мало Но мы ждем, когда оно появится Вспоминаю, с любовью, с теплом 15-й год, год, наверное, после которого началось падение количества мяса Надеюсь, мы все это дело вернем Хочу одну интересную вещь рассказать Про города, про аэропорты Когда куда-либо приезжаешь Есть очень важный момент В каждом аэропорту вот так стоит автомобиль А вот там стоит автомобиль, посмотрите А в точке прилета стоит новенький Range Rover Velar Это говорит о том, что в городе неплохой достаток В городе Санкт-Петербург, к примеру При вылете самый огромный билборд Живой экран Это новенький Audi Q8 А к примеру, когда я прилетал Вот, из того, что помню Например, в Перми стоит Дуцун Дуцун Дуцун, Дуцун Как правильно читается, не знаю, этот автомобиль Вот так, съездил я отлично В Тюмени мне понравилось Я тут уже четвертый раз Дважды был с семинарами Сейчас ребята очень просили опять прилететь Перед следующим сезоном Так что Я вернусь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok